МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Золотая осень в самом разгаре. Ну а на ваших экранах программа Калейдоскоп. И, как всегда, обо всем самом интересном мы расскажем прямо сейчас. Ну вот, наступила осень, самое время начать походы в театры. Ведь как раз открылся театральный сезон. Это точно. Вот только в последние годы сколько хожу на спектакли, в основном постановки зарубежных авторов, современных авторов. А так хочется посмотреть русскую классику. Ну тогда тебе советую сходить в драмтеатры, ведь там театральный сезон открывается постановкой по пьесе Островского. Театральный сезон только-только открылся, а Рязанский областной театр драмы уже успел порадовать нас премьерой. На сей раз на его сцене играют классическую пьесу знаменитого русского драматурга Александра Островского. Спектакль еще не начался, но в зале ясно ощущается запах яблок. Яблоки повсюду. Ведь сегодня играют пьесу «Правда хорошо, а счастье лучше». Второе же ее название – наливные яблочки. Так что обилие этого осеннего фрукта – необходимая часть декорации. Само действие комедии происходит в яблонном саду. То есть в яблонном саду и в доме хозяйки сада, и потом в доме бедной вдовой Зыбкиной. То есть не в такой последовательности, но тем не менее. Их всего три места действия. И это, собственно, такое сборное пространство, которое является по задумке Тани Ведановой, по нашей с ней совместной, можно сказать, так мысли. Это уже результат каких-то совместных усилий. То есть и садом, и домом, и берегом пруда. Домом одним, домом другим. То есть такое совместное. Но яблоки есть везде, они присутствуют везде. Потому что есть еще молодая героиня Поликсена, которую у нас, по-моему, очень недурно играют. Полина Бабаева и Екатерина Михеева в состав. И вот эта девочка, собственно, тоже как такое уже весьма созревшее яблочко, которое вот-вот с веточки сорвется. Еще одно новшество. В этом спектакле сцена буквально врезается в зрительный зал. Таким образом, зрительских мест будет чуть меньше. Зато актеры будут к зрителю ближе. Нам пришлось пожертвовать определенным количеством зрительских мест для того, чтобы буквально вывести Островского ближе к зрителям. Для того, чтобы вот этот, ну, да, яблочный дух, он буквально проникал в зал. Чтобы общаться можно было ближе и чтобы, ну, захватить как можно больше зрителей. Поэтому вот этими местами, ну, ну, вот так вот получилось. Но мне кажется, что это тоже в данном случае правильно. Урсула Макарова решила отказаться в этом спектакле от классических костюмов 19 века. Но, несмотря на их отсутствие, образы персонажей полностью соответствуют эпохе. Художники постарались на славу. Эта история абсолютно жизнеспособна. Опять же, вот в этом, собственно, безусловная одаренность и даже, можно сказать, гениальность Островского сказывается, что абсолютно в любой эпохе он продолжает быть современным и интересным. Вот. Ну, а, безусловно, исторический костюм, он лишает артиста определенного количества мобильности. Вот. И если это, может быть, очень хорошо для драмы, то для комедии немножко невыгодно. Каждый персонаж пьесы – яркий, неповторимый характер. Влюбленная в сына бедной вдовы дочку Цапликсена, ее ни на что не годная папенька и деспотичная бабушка Мавра Тарасовна. Образ последний очень сложен, признает это и Татьяна Петрова, сыгравшая ее в спектакле. Кстати, актриса признала, что в молодости мечтала сыграть Катерину в «Грозе». Но судьба распорядилась иначе и подарила ей главную роль в другой пьесе Островского. А сейчас, как бы, вот к этой пьесе готова бы еще вернуться и сыграть уже кабаниху. Ну, вот, взяли. Правда, хорошо, а счастье лучшее. Знаете, эта пьеса, как бы, для меня, ну, во-первых, она оставилась у нас в театре. И по прочтению мне показалось, что она, ну, вот, как бы немножко, ну, что ли, ну, менее интересна, что ли. Но, когда начала работать, я поняла, что это такой мощный характер Мавры Тарасовны. И работать мне было и сложно, и сейчас, мне кажется, что я еще не до конца стою на ногах. Это пятый, десятый спектакль, когда я приобрету уверенность. Пока, как бы, вот, только понимаю, что в этой пьесе все хотят любви. Все. И та же Мавра Тарасовна, которую уже, как бы, и бабушкой называют. Но когда личная жизнь не складывается, а ты еще, как бы, вот, полон сил, энергии и так далее, вот эта жажда, вот, вот, доливные яблочки, вот эта вот, вот, вся пьеса, как бы, вот, о любви. Ну, что вот так вот, как бы, коротко. Еще один сложный и неоднозначный характер силы Ерофеича Крознов. Некоторые его высказывания можно счесть циничными, но это не отнимает обаяние образа. Деньги отдать, ни по каким видам не платите. Так, так ведь он документ взял, говорю, я вам. Ну, а взял, что же ему еще, ну и пусть его смотрит на документ. Так, так ведь он сын, там я бы посадит по-скрещенскому. Ну, ничего, пусть он посидит, там хорошо. Там пищу, очень хвалю. Во всяком случае, Сила Ерофеич умеет за себя постоять и развеселить зрителей. Станут ли тебя у Барабошева держать, я не знаю. Ну, вот я там жить буду. А коли будем жить вместе, не прогонят тебя. А, вот так вот ты мне будешь кланяться. Это очень интересный персонаж, который как-то мне не сразу удался, получился. Он очень неоднозначный образ. Вот у таких авторов, как Островский, такие роли бывают. Он вроде и не скажешь, положительный он или отрицательный, добрый он или нет. Он совершает поступки, казалось бы, такие, ну, совершенно с общечеловеческой моралью несовместимые. А с другой стороны, это такая широкая русская душа, такая открытая натура, очень прямая, ну, по-своему хитрая, по-своему. То есть он совершенно разный и очень, персонаж очень интересный. И вообще Островский мой любимый драматург. Сюжет спектакля довольно прост. Здесь не нужно искать глубинные смыслы. Все лежит на поверхности. Так что задача режиссера в данном случае сделать максимум для того, чтобы зритель получил удовольствие от его просмотра и ушел в хорошее настроение. У Русулы Макаровой получилось этого добиться, но всех секретов мы раскрывать не будем. Лучше самому прийти и посмотреть этот добрый, веселый спектакль. Ирина, вот когда речь заходит о русской народной музыке, у тебя какие ассоциации возникают? Бабушки в русских народных костюмах, нечто заунывное, ну, еще Надежда Кадышева, золотое кольцо. А вот на самом деле все обстоит не так печально. И я постараюсь доказать это тебе и нашим телезрителям в своем следующем сюжете, где я расскажу о певице Инне Желанной. Имя Инны Желанной хорошо известно любителям фолк и этно направлений в музыке. Ее эксперименты и дерзкие музыкальные решения, свойственные скорее для западного уровня развития музыки, оказываются совершенно неожиданными для современной культуры России. Уникальную возможность вживую ознакомиться с творчеством певицы жители нашего города имели совсем недавно. Она сыграла в Рязани целый концерт. Развивайтесь, друзья мои, во всех направлениях, в ширину, в глубину, в высоту. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Инна Желанной работает с народным материалом разных областей России. Но определить стилевое направление этой музыки не берутся даже профессионалы. Это некая смесь электроники, прогрессива, транса, психоделики и джаза. Собирателей очень много, очень много. Люди ездят в экспедиции, особенно сейчас, когда эта тема становится популярной. Очень много ездят молодежи, собирают, записывают оставшихся бабушек, потому что остается их все меньше и меньше, к сожалению. Субтитры создавал DimaTorzok С каждым днем на улице становится все холоднее и холоднее. Жалко? Ну знаешь, у взрослым может быть и не жалко, потому что большую часть времени проводят на работе. А вот детей действительно жалко не поиграть, не погулять в такую погоду. Ты знаешь, между прочим, у детей, в отличие от взрослых, есть очень неплохие альтернативы. Например, детский развлекательный центр «Маленький принц». Каждый ребенок мечтает оказаться в волшебной стране. В нашем городе это желание стало осуществимо. Шесть лет назад в торговом центре Рязанский, бывшем полсенауте, после реконструкции открылся обновленный детский развлекательный центр «Маленький принц». Придя туда и сегодня, каждый ребенок найдет себе занятие по душе. Для малышей здесь сделан шариковый бассейн, батуты, маленькие электрические машинки. Ребятам постарше наверняка будет интересно погонять по автодрому, пострелять из пневмопушек и полазить по скалодрому. Если же ваш ребенок устал от беготни и шумных игр, будьте уверены, скучать ему здесь все равно не дадут. У нас есть две волшебные комнаты, где можно заняться тихими играми, посмотреть мультфильмы, если немножечко устал, и просто посекречен с друзьями. Для наших постоянных посетителей не секрет, что мы каждое воскресенье проводим развлекательные программы, где можно активно поучаствовать во всяческих эстафетах. И мастерские творческие проводят наши педагоги. И мы учим ребят делать очень интересные, милые, чудесные подарки для своих близких и родных. В свой день рождения маленький принц устроил для ребят не просто представление, а самое настоящее путешествие со сказочными персонажами и несколькими килограммами чудес. За волшебными приключениями они отправились с Юзей и Кузей. Вместе с ними мальчишки и девчонки путешествовали по сказочной стране, учились танцевать с инопланетной кракозяврой, участвовали в веселых конкурсах и стали свидетелями настоящих химических опытов. И поехали! Ух ты, я закипел, заварилась кашка! Вот это да, он желудок! Тем, кто не пришел на день рождения маленького принца, не стоит расстраиваться. Развлекательно-познавательное шоу «Живая наука» могут устроить специально для вас, даже у вас дома. Абсолютно безопасные физические и химические опыты, а также простые законы природы объяснят веселые профессора, превратив эксперименты в завораживающий праздник. Здесь, как по волшебству из жидкости, получается настоящий снег. Вода почему-то не выливается из стакана, а белые клубы пара буквально стелятся по полу. Дети, конечно же, в восторге от подобного зрелища. Больше всего понравился этот танцевать. Такой типа дыр, такой пив, дыр, нас его дули, а мы через него шли. Прикольно было. Вот такой волшебный подарок ребятам сделал маленький принц в свой день рождения. Ну а для него лучшим подарком стали счастливые детские улыбки, их смех и, конечно же, их пожелания. Я желаю маленькому принцу, чтобы он никогда не рушился и не устарел. Я хочу, чтобы маленький принц, в нем всегда было много народу и всегда ему было хорошо. Чтобы он всегда был на высоте, чтобы всегда дети его любили. К этим искренним поздравлениям присоединяются и родители, ведь для них видеть своего малыша веселым – настоящее счастье. Я считаю, что в Рязани это один из лучших центров, где можно отдохнуть с ребенком. И они каждый раз придумают что-то новое. Очень творческая команда. И я очень рада, что здесь сейчас творческие лаборатории проходят, где дети могут чему-то научиться. Не только развлекаться, но и научиться унести отсюда какой-то сувенир. Елена со своей дочкой Алисы посещают маленького принца с момента его создания. И сегодня жалеют только о том, что девочка взрослеет. Хотя это не повод для расстройства, ведь буквально в нескольких шагах от развлекательного центра действует каток «Полюс». Так что у всех желающих – и больших, и маленьких – есть возможность начать сезон чуть раньше, чем наступят морозы и зальют катки на улицах. Кроме того, здесь работает секция фигурного катания. Эти девочки занимаются уже не первый год и восхищенно рассказывают, как многому они научились. Ах, сель, сальхов, вращение, пируэт, зале, линт, либла, комбинированное вращение. А еще на катке или же в развлекательном центре можно организовать незабываемое празднование дня рождения вашего малыша. Вариантов, времяпрепровождения множество, и скучать здесь вам точно не придется. Ну а если вы проголодаетесь или устанете от шума и суеты, то можете посетить уютное кафе «Часпик». Одним словом, если вы не знаете, как интересно и весело провести время с малышом, приходите в торговый центр «Рязанский». И вы наверняка захотите вернуться сюда снова. Тем более, что в «Маленьком принце» уже началась подготовка новогодних программ. Своих секретов творческий коллектив не раскрывает, но обещает, что ребят ожидают много интересного. Впрочем, как и всегда. А все-таки, что ни говори, осень – это прекрасное время года. И мы желаем вам успеть сполна насладиться этой порой золотыми листьями и прозрачным воздухом. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы с Мариной пойдем наслаждаться, чего и вам желаем. Увидимся с вами ровно через неделю. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова